Это видео записано для библейского портала Экзегет и посвящено размышлениям над словами 18-го Псалма «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». На эти слова уже написал толкование, точнее, может быть, небольшое размышление святитель Василий Великий, который недоумевает в странном таком выражении «Небеса проповедуют славу Божию». Как небеса могут проповедовать, ведь они не одушевлены? А твердь не может вещать о делах рук божественных, если твердь – это не животные, тем более не человек, которые одарены чувствами и разумом. Но в этих словах Псалтири мы, конечно же, не будем сомневаться. И если псалмопевец говорит о том, что небеса проповедуют славу Божию, то это означает только лишь одно – означает то, что в небесах заложена божественная премудрость. То есть на самом деле проповедуют не сами небеса, а сам Бог через небеса проповедует о Своей славе. Небеса постоянно действуют одинаковым образом. Солнце восходит на востоке и заходит на западе. Оно совершает ежедневный круг вокруг Земли, как показывают наши глаза. Такой же круг совершают звезды, не прекращая своего постоянного движения. Это говорит о вечности и неизменности Бога. Это говорит о наличии в мире закона природы. Да, мы не видим, собственно говоря, этот закон. Но, как объясняет далее Василий Великий в беседах на шестоднев, а именно здесь находится размышление над этими словами из Псалтири, напротив того, в этих творениях людьми, имеющими ум, созерцательно постигнутый закон служит восполнением к словословию Творца. Восполнением, то есть вот та слава Божия, которая говорит «небеса» и «тверть» мы дополняем нашими размышлениями. А наши размышления говорят, что, следовательно, в мире существует закон. Закон природы, который постигается людьми, имеющими ум. Этот закон мы не можем увидеть нашими глазами. В отличие от солнца, луны или звезд, видимых нами, чтобы прийти к выводу о существовании закона, нужно иметь ум. Нужно понять, в чем же состоит этот вечный порядок в природе. И вот этот термин «законный» Василий Великий говорит постоянно. Вот, например, такие фразы из беседной «шестоднев» «И земля, соблюдая законы Создателя», или «Ибо тогдашний глагол и первое оное повеление сделались как бы естественным некоторым законом и остались с землей на последующие времена». Или «Не разделяет гора, возносящая острые вершины, не пересекает переходы река, но есть какой-то закон природы, который равна и правдиво, сообразно с потребностями каждой породы, распределяет им места жительства». То есть сама по себе гора, как и породы, из которой состоит гора, они неподвижны, но они приходят в движение согласно некоторым законам природы. Вот впервые возникает этот термин «закон природы». Этот термин возникает не только у святителя Василия Великого. Он появляется у многих христианских богословов, как, например, святитель Григорий Богослов в Третьем Слове пишет. «Божий закон существует, прекрасно установленный для всего творения, и видимого, и сверхчувственного. И этот закон дан миру однажды святитель Григорий Богослов находит в словах в Псалтире, только 103-го Псалма, где сказано, что Бог поставил землю на твердых основах. Под твердыми основами святитель Григорий имеет в виду вечные и неизменные законы природы. Вот мы настолько привыкли к этому термину «закон природы», что еще со школьных лет мы убеждены, что они существуют, что есть законы Ньютона и Архимеда, законы Фарадея и Максвелла, законы Нильсобора и Эйнштейна, что у природы есть законы. С другой стороны, мы убеждены, что мы, я говорю как бы от лица современного научного человечества, что никакого Бога нет, что весь мир только лишь материален, и в этом материальном мире существуют эти самые законы природы, законы этого мира. И точно так же убеждены, что вся наука материалистична, что наука начинается с того, что мы познаем мир посредством чувств, а потом уже эти наши органы чувств дают нам некоторые знания, и эти знания, полученные органами чувств, мы потом обрабатываем и получаем некоторые истины, которые мы выражаем в виде математических формул и законов природы. И говорят, такова современная наука. Нет, такова не современная наука. Такова наука была античная. Такой наукой занимался Аристотель, величайший из греческих ученых. Так вот, у Аристотеля ни в одном из его научных трактатов, ни в трактате «Физика», ни в трактате «О небе» и в других слова «закон» нет. Аристотель во всем и полностью опирается на доверие чувствам. Вот как раз его физика, его наука была полностью материалистичной. И поэтому никаких выводов о том, что в природе должны быть какие-то законы, Аристотель не делает. Потому что что такое закон? Закон природы – это некоторое правило, которое действует везде и всегда. Мы убеждены, что законы Ньютона были и за миллиард лет до нас и будут действовать через миллиард лет после того, как мы жили. Они действуют и на Земле, и будут действовать в другой галактике. А вот некоторые ученые, мыслящие ученые, современные мыслители задаются вопросом, а откуда мы это знаем? Почему мы так уверены? Вот, например, один из крупнейших современных ученых Ричард Фейнман в своей работе «Характер физических законов» задается вопросом, а почему по наблюдениям за природой в одном ее месте я могу с уверенностью делать вывод, что таковы же будут события и в другой, в любой другой части Вселенной? Фейнман задает этот вопрос и говорит, я понимаю, что это ненаучный вопрос, я не знаю, как на него правильно ответить. Почему он не знает, как правильно ответить? Потому что Фейнман материалист. Вот он как раз и исходит из того, что все наши познания исходят из чувств. А чувства ему говорят о том, что события в месте, называемом штатом Калифорния, где он провел большую часть своей жизни, или в другом городе, в Бостоне, в Массачусетском технологическом институте, где также он работал, происходят именно таким вот образом. А почему они будут происходить таким же образом и в Кембридже, и в Москве, и в Токио, в Китае, не говоря уже о Луне, Юпитере или другой галактике? Фейнман понимает, что он не знает ответа на этот вопрос. Удивительный факт. Один из крупнейших ученых 20 века, ученый, который помог многим людям изучить законы природы, написав блестящий фейнмановский курс по физике, ученый, который помог открыть и смог открыть неизвестные еще доселе законы природы, не знает, почему эти законы существуют. А ведь на самом деле понятие закона природы впервые вошло в наш обиход именно благодаря христианству, именно благодаря размышлениям отцов церкви, которые были убеждены, что мир сотворен Богом. И Бог дал этому миру законы. И благодаря этим законам небеса и славят Бога. И мы можем прославлять Бога, взирая на эти небеса, и вместе с небесами прославлять Бога. Я процитировал только лишь Василия Великого и Григория Богослова. Но точно так же я могу сказать, что и другие отцы церкви, как, например, блаженный Августин, точно так же пишет о законах природы, также говорит о законах, только называя их логосами, преподобный Максим Исповедник. Для любого христианина мысль о законах природы очевидна и естественна, потому что само понятие «закон» предполагает законодателя. Так же, как в государстве мы говорим о существовании закона, потому что есть законодательный орган. Это может быть один человек, монарх, или целое государственное образование, какой-нибудь парламент. Но должен быть кто-то, кто эти законы устанавливает. Для мира, для природы таким законодателем является Бог. Эта истина для христианина очевидна. И со временем эта истина становится очевидной для всего европейского христианского человечества. Так что в XVII веке Великий Галилео Галилей напишет о том, что земля и вообще вся природа послушно подчиняются законам, данным ему, этому миру, Богом. А Великий физик, математик и философ Эрне Декарт чуть позже напишет слова, которые действительно дадут основание современной науке, современному научному естествознанию. «Из того, что Бог вечен и всегда действует одинаковым образом, я вывожу принцип, называемый мною законом природы». В этих словах Декарта, основателя современной науки, четко видно, что само понятие закона в природе имеет христианское, богословское происхождение. Это единственная основа для уверенности в существовании законов природы. Никакие чувственные данные, никакое познание при помощи наших глаз, ушей, обоняния, осязания не внесет в меня уверенность в том, что завтра ничего не изменится, что завтра не будет происходить все точно так же. Только лишь одна уверенность, что Бог вечен. Он не изменен по своей природе, и поэтому закон, данный Богом природе, так же вечен. Христианское богословие, говоря о творении мира, несколько расшифровывает, говоря, что в творении мира участвует вся Пресвятая Троица. Бог Отец валит, то есть, условно говоря, приказывает, Бог Сын творит, а Бог Святой Дух сохраняет это творение. А как именуется в христианстве Бог Сын? В Евангелии от Иоанна мы читаем, в начале было слово, и слово было у Бога, и так далее, но по-гречески это звучит так, энерхе, энго, логос, слово, переведенное на русский язык как слово, по-гречески означает логос. Очень емкий термин, который означает и слово, и разум, и тем самым вторая ипостась Пресвятой Троицы именуется логосом, разумом. Воссия мирами света разума поем мы в тропоре Рождеству Христову. То есть, иначе говоря, наш мир сотворен разумно, и эта разумность нашей природы означает, что в нем есть законы, которые имеют разумный характер, и благодаря этому разумному характеру вечные и неизменные законы природы человек может познавать. Так что здесь вполне, по-моему, очевидно, что современная наука возникает на христианских основаниях. Поэтому не случайен этот факт, что наука возникает именно в Европе, а не в Азии, не в Африке, не в других странах, которые не были просвещены истинной христианства. поэтому наука – это следствие развития христианства, следствие христианского богословия. Да, наука многообразна. Наука говорит не только о законах природы, она говорит о том, что эти законы имеют математический характер, что эти законы постигаются разумом, а не чувствами. но и у этих утверждений также имеются библейские основания. И об этом мы также поговорим в наших беседах о библейских основаниях современной науки. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...